Китайцы отправляют своих питомцев на работу. Меня зовут Даяна, и я расскажу о новом тренде у наших соседей. Женщина по имени Джейн Сюэ устроила свою собаку на работу в тематическое кафе на полставки. Она сделала это, чтобы питомец не скучал дома. Собака на работе – это экономия. Когда питомец дома, Джейн приходится включать кондиционер на весь день, а это дорого. Другая женщина по имени Син Синь ищет работу для своего кота. Она разместила его резюме, но пока никто не откликнулся. В резюме Синь указала, что кот отлично мурлычет и нуждается только в корме в качестве зарплаты. Женщина в шутку пожаловалась, что кот мешает им спать по ночам, а днем мешает работать, развалившись на ноутбуке. Кафе для животных – растущий бизнес в Китае. Посетители таких заведений платят примерно 2-4 тысяч тенге за вход или заказывают что-то из меню, чтобы получить возможность поиграть с животными. Тренд становится все популярнее. В таких кафе питомцы работают на полную или частичную ставку, а вечером возвращаются домой к своим хозяевам. Хотели бы вы отправить своих кошек и собак на работу? Пишите в комментариях. КОНЕЦ